Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, что лучше для наших волос. Органика или силиконы? Около года назад, после обеспечивания волос, я решила перейти на натуральные шампуни, чтобы увеличить свои волосы. И что из этого получилось, я вам сейчас расскажу. Итак, самое первое, что я сделала, это купила натуральный шампунь от Натура Сибирика Дуэт, шампунь и бальзам для восстановления и питания волос. Но, день за днем, неделя за неделей, мои волосы становились все хуже и хуже. Я не видела в них блеска. Мои кончики и так были сухие, но они становились каждый днем все суше и суше. И с ними даже не справлялось масло для волос. Мои волосы были сухие, как веник, но они были толще. И я заметила, что они у меня стали реже выпадать. Затем я покупала шампунь от Планета Органика, от бабушки Агафьи и других различных брендов. И улучшений не было. И прошло уже примерно около полгода, и я решила забить тревогу. И все-таки посмотреть информацию о том, что же происходит с моими волосами. И этой полезной информацией я хочу поделиться сегодня с вами. Итак, первое, что нужно помнить, это о том, что наши здоровые волосы начинаются со здоровой кожи головы. Второе, что нужно знать, это именно наличие в шампунях СЛС, парабенов, красителей, загустителей и других химических веществ, которые негативно влияют на наши волосы. Они провоцируют выпадение волос, препятствуют проникновению кислорода и способствуют ослаблению луковицы. Как же нам обнаружить эти вещества в составе шампуней? В основном в составах шампуней эти компоненты указаны на английском языке. И многие теряются в том, что же из них будет полезно для волос, а что будет сказываться негативно. И я вам приведу в помощь две таблицы. Вы сможете самостоятельно подробнее ознакомиться с названиями этих компонентов. Останавливаться мы на них подробно не будем, дабы сэкономить ваше время. Если же всех этих компонентов не должно быть в наших шампунях, что тогда должно быть в составе указано в натуральных шампунях, которые будут полезны для наших волос. Для изготовления органического шампуня в составе должно быть не менее 95% натуральных компонентов органического происхождения. То есть, все те компоненты, которые были представлены вам в таблице, они там быть не должны. Единственный компонент, который встречается в органических шампунях и вызывает недоумение у нас, это мягкий пап. Итак, мы с вами разобрали, что же должно содержаться в органических шампунях, какие компоненты влияют негативно на нашу луковицу волос. И я бы хотела вам предложить на рассмотрение несколько вариантов органических шампунях, которые считаются лучшими и прошли сертификацию. Это Avalon Organic, один из лучших, но они не экономичны в расходе и слабо пенятся. И достаточно дорого стоит, от 1000 до 1500 рублей. Далее, это десерт Essence, он достаточно сильно пенится, экономичный, стоит в пределах 500 рублей. Достаточно популярны средства марок Lagona и Lavera. Также одним из лучших считаются натуральные шампуни от Vileda. Самым жестким требованием к органической косметике отвечают шампуни от Lush. И, конечно же, Натура Сиберика, Саванри, а также Планета Органика. Как правило, органические шампуни необходимо использовать очень длительное время, чтобы волосы к ним привыкли и появился заметный результат. Мы с вами разобрали обычные шампуни, бытовые их еще называют, и органические. Но существует и третья группа шампуней, такие как профессиональные. Основные различия между салонной косметикой и обычными бытовыми шампунями – функциональное их назначение. Потому что профессиональные шампуни, они предназначены не только для того, чтобы очистить ваши волосы, но и для того, чтобы решить ту проблему, которую вы имеете с волосами. Одна из причин эффективности профессиональных шампуней, конечно же, кроется в их составе. Обычно в состав включают различные керамиды, витамины, масла, растительные экстракты. Кроме того, большинство шампуней профессиональных входят в такие компоненты, которые восстанавливают структуру волосы. А именно это могут быть протеины сои, пшеницы и риса. Какой же лучший профессиональный шампунь подобрать себе? Лучший профессиональный шампунь для ваших волос – это именно тот, который подходит именно вашему типу волос и который будет бороться именно с той проблемой, которую вы имеете с волосами или с кожей головы. Также важно и то, как мы используем шампунь. Допустим, профессиональные шампуни необходимо использовать два раза при очищении кожи головы и ваших волос. То есть, первый раз вы намыливаете ваши волосы, происходит только очищение, а повторное намыливание ваших волос. При этом он уже выполняет уходовую функцию. Какие же средства можно профессионально и посоветовать для волос? Одна из самых бюджетных марок, которые представлены широко у нас в России, является Олинг Профессионал. Также советуют еще приобретать такие марки, как Индола, Матрикс, Капус, Эстель, Лонда. Сокращенно я рассказала вам всю ту информацию, которую я читала очень долго. Много читала статей тех, кто использует органику, как влияет на их волосы. И также очень много статей читала врачей-трихологов. Я бы хотела с вами подвести некоторые такие выводы, которые я сделала лично для себя, для своих волос. Потому что около года, как я уже говорила, я использовала натуральные шампуни. И меня не устроил эффект. И только сейчас я начинаю, скажем так, выходить из этой органической жизни для моих волос. Чему очень рада. И почему рада, я вам сейчас расскажу. Первое. Есть такой момент, когда после использования только органики, многие люди сталкиваются с тем, что у них иссыхают волосы. Корни они в хорошем состоянии, кончики волос, они высыхают. Это происходит из-за того, что чешуйка на наших волосах не хватает дополнительного ухода и дополнительного питания. Которые вам дадут бальзамы и маски для волос. Они под собой несут, грубо говоря, декоративный эффект. То есть, они внешне ваши волосы сделают более привлекательными и придадут блеска вашим волосам. Силиконы заполняют пробелы в структуре волос и обволакивают их. И упрощается намного процедура расчесывания волос. Что нам дают применение масок? Мы можем избежать, благодаря их ходу, ломкости ваших волос. И тем самым вы сделаете себе ту длину, которую вы хотите, потому что вы не будете обрезать посекущиеся кончики, потому что у вас их просто не будет. Такой компонент, как СЛС. Он очень вреден для волос. Воздействие этого компонента можно освести к минимуму. За счет того, что перед нанесением шампуня вы обязательно должны смочить хорошо ваши волосы. То есть, это не просто намочить, а дать возможность волоскам впитать в себя всю воду. Напитавшись водой, ваши волосы станут непроницаемы. И поэтому СЛС не сможет проникнуть глубоко в структуру волос. Он лишь затронет поверхностный слой. Следующий вывод, который я для себя сделала, это для корней волос использовать лишь только натуральные маски и бальзамы. Либо вы покупаете у тех фирм, которые уже зарекомендовали себя, либо вы делаете эти маски или бальзамы самостоятельно. Все рецепты можно найти также в интернете, их очень много там. На корни мы наносим только органическое, только натуральное, без силиконов, без парабенов, без загустителей и других вредных веществ для ваших корней волос. А на всю остальную длину мы используем силиконы. Многие говорят о том, что необходимо мыть волосы раз в неделю для того, чтобы они меньше загрязнялись. Очень известный миф. Я приняла для себя определенное одно правило. Мыть волосы по мере загрязнения. Потому что, если мы плохо промываем кожу головы, или если она у нас находится в забитом состоянии, а когда вы ходите неделю с непомытой головой, у вас корни головы забиваются тем жиром, который выделяется, то у вас начинается выпадение, зуд, различные болезненные ощущения на коже головы. Это никому не нужно. Волосы – это неживая ткань. У них нет кровеносных каких-то сосудов. Они не переносят с кончиков волос к корням те компоненты, которые вы нанесли. Очень важно поэтому то, что вы наносите и применяете то, что ближе к корням ваших волос. Для красивых волос необходимо именно корни головы напитать всеми необходимыми микроэлементами. И также, конечно, все зависит от вашего здоровья. Коротко хотела бы вам рассказать о моем уходе для волос. Я их мою один раз в два дня. Именно этого требуют мои волосы. Мою я у корней два раза шампунем органическим. После того, как я очистила свои волосы, я, конечно же, наношу бальзам или маску. Если это маска, я ее делаю примерно два раза в неделю, то я сейчас приобрела для себя профессиональную линию концепт. Эта маска восстанавливающая. Она с медом, пантенолом и маслами ши. Да, она мне понравилась. Да, она лучше, чем все мои предыдущие маски. Кроме маски от Эльцеф. Вот от Эльцеф хорошая была маска. Сейчас я пробую именно эту. Мне она нравится. Все ссылки, где я приобретала, я вам также могу оставить. Профессиональную линейку. Но больше всего мне понравился бальзам. Это бальзам от Капус. Нейка, студия Профессионал. Это бальзам для восстановления волос. Он мне понравился больше, чем маска, потому что он... Мои кончики волос, которые были с натуральными бальзамами, нереально сухими. Я с ними ничего не могла делать. А вот с этим бальзамом я действительно могу даже не наносить масло на волосы. И далее, конечно же, уже на влажные волосы я наношу спрей термозащита для волос. Итоговый мой уход за волосами, это, конечно же, кончики. Я их обрабатываю маслом. Будет использование натуральной косметики. Вы видите результат, который вас не устраивает. Он отрицательный. И после двух недель использования именно по той структуре, которую я вам рассказала, я увидела результат, который меня полностью устраивает. И я буду продолжать именно в этом же русле. На этом я буду заканчивать. Надеюсь, что та информация, которую я для себя подчеркнула, которую я с вами поделила, для вас оказалась полезной. А вам я желаю здоровья и красивых длинных волос. Пока!